Здравствуй, Империя! У микрофона я Obsidian Time. Это игра Outpuff. Она уже однажды была у нас на канале. Правда, там была демо-версия. А сейчас у игры вроде как релиз. Я надеюсь, что игра преобразилась. Но суть игры абсолютно проста. Это так называемый 3D-кликер. Мы подходим к дереву, и за добычу этих ресурсов мы получаем не только непосредственно ресурсы, но и еще вот эти квадратики. Я не знаю, как это назвать. Валюту, короче, мы получаем. Погоди, а вот это что такое? Этого не было в демо-версии. Получить предмет кожи. Ну давай. По факту это кликер, который обстебывает выживачи. Игроки которых могут выпендриваться на кликеры. По факту, ну что ты делаешь в выживаче? Закликиваешь. Качаешься. А я не могу. И это не могу. О нет! Я отдал свое дерево сюда. Но здесь же написано получить. Меня обмуслякали официально. Ну-ка еще раз. Дерево я собрал, нажал. Да, я отдаю дерево, не получая его. И на верстаке мы, конечно же, можем крафтить какие-то первичные штуки. Например, кремень, песок, какие-то тут ягодки есть. И, конечно же, инструменты, которые нам помогут добывать ресурсы. Ведь сейчас каждый наш клик наносит примерно, ну, один урон. Ого! Ночь! Выглядит красивейшно. Вон там даже луна всходит. Прикольно. Мы, кстати, должны поесть. Давайте мы делаем себе перебитых ягодов. По факту, это выживач. Ого! Причем еда здесь нужна не просто для того, чтобы насытиться. Она нас еще и бафает. Даже без инструмента я сейчас наношу около трех урона. Поэтому кушать здесь определенно полезно. И давайте мы расширим наш биом. Мы накопили достаточно валюты. И, по идее, сейчас... Где? Вот оно, вот оно. О, книжка какая-то. А что это такое? Разрушить. Трепка. Уменьшает здоровье объектов на 8%. Ааа, я, кажется, понял. Раньше мы могли прокачивать скиллы за определенным столом. И теперь, видимо, это работает не так. Ну, ладно, это даже звучит более прикольно. Ааа, короляка! Это не трепка, а трепка. Ну, типа, отпызи их всех. Уничтожить короляку. Мясо. Черепашка. Укрась черепаший панцирь. Я украл. А это что такое? Почему она стала лягушкой? Ха-ха-ха-ха. А это было мясо. Так, стол исследования. О, теперь здесь приятный интерфейс. Мы можем исследовать печь за 50, поэтому мы ее исследуем. Мне больше... О, курочка! Курочки больше нет. Мне больше интересно... Накинулся просто. Че случилось? Мне больше интересно... А че случилось, правда? Мне больше интересно... Че случилось? Мне больше интересно, что мне дадет вот эта штука. Но пока что мы ставим печку. И в печке мы можем сделать медный слиток. По максимуму сразу. И да, действительно, за каждое расширение острова мы, по всей видимости, получаем книжки. Жизнь. И какое-то сияние. Пока не знаю, нужен ли нам песок, но будем его потихоньку добывать. Ааа, какой жирный камень! 180 здоровья! Ты че? Что ж с тебя выпало-то такое? Камень. Неожиданно. Ягодки. Чпок. Мясо. С камня выпал камень. О-о-о! Вот это я понимаю, империя! Наконец-то! Я могу прополоть всю грядку! И я даже не устану! Почтовый ящик сюда поставим. Он стоит достаточно дешево. Надеюсь, сюда придет какое-нибудь важное сообщение. Здесь начинается твоя новая жизнь. Постарайся не перемудрить, и все пройдет гладко. Спасибо! Спасибо! Эх, дом, милый дом. Спим. А, стоп, погоди. У меня увеличилась полоска энергии, но у меня не увеличилась сама энергия. Я вообще не понял, как это работает тогда, погоди. Дождик пошел. Дождик! Видимо, из-за дождя растет трава на песке. Окей, допустим. О-о-о! Умелец мне надо. Умелец это круто. Благодаря этому теперь мне не надо в ход-баре переключать инструменты. Прикольно. Я не знаю, что это. Это, возможно, похоже на червя? Или бегущий камень? Сразу поставим сюда наковальню. Да, природа, а ну свали отсюда! Это мое место. Я его оборудую. На наковальне пускай у меня пока что создается новый... Погоди-ка. Медное кольцо. Между прочим, это колечко позволяет нам ускорять производство. То есть я теперь смогу не просто кликать на камень, я смогу кликать на печки. Так, а что же можно сделать на верстаке? Что? Камера? Этого я точно не ожидал. Деревянный лук. Стрелы. Окей. У корова. Ни хрена себе. В прошлый раз я совершенно не понял, как работает удочка. Надеюсь, в этот раз я абсолютно это точно пойму. И нам, видимо, надо просто ждать, да? О! Ну да. Что случилось? Как работать? Че надо нажимать? Сюда? Тихо, я что-то прикола не понял. Погоди. Ээээ. Как? А как? Как? Может быть, надо мышкой... Простите. Размахался. Размахался ластами, цепанул вас. Чисто зацепил за ухо. Девочки, вы чуть не упали. Зато проверили резинки. Хорошо держат. Я вообще такой тупой, господи. Вот что происходит? Как мне управлять удочкой? Как управлять удочкой? Я не понимаю. Короче, не половим мы с вами рыбы никогда, видимо, в этой жизни. Серьезно? Средо после двух раз сдался. Он нам позволит авто добывать всякие предметы. Улучшатель навыков. И вот это... Ну, вообще, с учетом того, что это кликер, по идее, клацать. Он клацал и зеленое увеличилось вроде. Это уже, кстати, больше похоже на то, что было. И, естественно, каждое улучшение требует валюту, которую у меня пока что очень-очень мало. Так, ну-ка, крушитель. И что же умеешь делать? Вот, например, я тебя сюда ставлю. И что? Он лом... О! О! Он сломал, да? Да, он ломает по чуть-чуть, но ломает. То есть это уже какое-никакое пассивное зарабатывание валюты. Вход в пещеру? Вход в вашу личную пещеру, где редкие минеральные руды появляются чаще? Давай, конечно. Потому что надо прополоть остров, надо прополоть. Так, вход в пещеру. Сраный камень! И что же там есть? Ну, окей, здесь есть камни. Бигстоун! Большой камень! Еды нету! Ну, там же было написано, что появляются минералы, которые более мощные или что-то типа того. Более редкие. Более редкие. Съесть прямо сейчас мясо! Че, меня чупаешься? Ты меня че, царапаешь? Я просто положила руку на холено. Не представляю, что кожные чешуйки у меня под ногтями. Ничего, потом втихаря покушаешь. Бабушке тоже иногда кушать надо. Еды нету! Съесть прямо сейчас мясо! Усиленно ломать камень! Я надеюсь, что с тебя падает очень много валюты, друг. Очень много! О! 525! Реально неплохо! Я сейчас могу себе пойти остров пробафать. Ну-ка, расширить биом за 2400. А-а-а! Так не все так просто! Они, оказывается, разряжаются, и по ним надо крикать, чтобы они зарядились! Давайте, кстати, отдадим сюда слитки, посмотрим, что это даст. Мне просто дали 600 штук за то, что я отдал ему слитки. Кстати, нить для отлова, точно! Ну, типа того, походу. Не зря же я это разблокировал. Мне надо это поставить где-то в водичке. Опа! 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 И пускай они мне добывают что-то. Хорошо, у нас много валюты. Это сети. А-а-а! Я поняла. Давайте мы прокачаем трепку. Я сказала, я сразу поняла, что это не то, о чем я подумала. Прокачаем нетерпеливость. Прокачаем жизнь, потому что вроде как существа это бабочки в том числе, и они должны появляться теперь быстрее. О! Перчатка для автоклика! Наконец-то! Теперь мне надо кликать. Теперь я могу просто зажать кнопку, и оно будет само кликаться. Блесны, блесны, бабочки, бабочки. Где же вы? Вы мне очень сильно нужны. О! Погоди, стоп, что? Все это время можно было плавать. В этой игре раньше нельзя было плавать, а сейчас можно? А я все это время боялся коснуться воды, как дебил. Бабочка, лови ее, спасибо. Осталась последняя бабочка. Так, древесину мы закрыли. И вот она, вот она, последняя моя, последняя бабочка. Э, тихо, не падай. Лови ее. Лови. Лови. Отлично. Итак, момент истины. Сдаем последнюю бабочку. Тотем исчезает. И что? Остров появился сам по себе. И что здесь? Янтарная тропа. Ну, собственно, да, это второй остров, который был в этой игре в демке. Здесь уже гораздо более плотное дерево, более плотные камни должны быть. Вот здесь даже какая-то редиска есть. Святла. Блёп. Редиска как раз. Он утонул. Эх, жаль. Мне нужно было перейти на следующий остров, чтобы открыть что-то новенькое. Будь здоров, кот. Так, я немножко накопил валюты. Даже не спрашивайте, как я это сделал. На самом деле, я просто отошел попить чаю, и оно само накапало. Я открыл маленький огородик. Давайте откроем переработчик. Вместе с ним открываем садовника. Стол исследования декора, допустим. Соты. Это, кстати, очень нужно, потому что мне мед понадобится. Исследуем обязательно сборщик, чтобы он собирал это все за нас. И давайте посмотрим, как же выглядит у нас средний огород. Ну, кстати, он достаточно средний, действительно. Так, и что? Может быть, мне надо поставить сюда садовника? Или мне надо каким-то образом самому посадить семена? Но только как это делать? Я, если честно, абсолютно не понимаю. Ну, теперь у меня есть земля. Круто. Я что, наконец-таки могу поставить нам фундамент? Ничего... А как? О, погоди, стоп. Я его что, могу сделать на воде? Я его реально могу сделать на воде? Таким образом, я могу себе сделать мостик до другого биома. И сделать себе целую настоящую базу? Погнали! А вот и мы на янтарной тропе. Я потратил, правда, на это 200 дерева. Но теперь у меня есть мост между базами. Так, стоп. А почему я здесь не могу строить? Главное, я могу поставить на воде под себя. А здесь я поставить это не могу. Он можно так, что вплывет. Куда вплывет? Ну, там, где он не может поставить. А, ну, может, да. Очень печальный факт. Когда мы находимся на другом острове, все, что находится на нашем предыдущем, увы, никак не добывается. Балка, грубая опора. Ну, грубая опора, это, видимо, для этажей. А балка это для чего? А-а-а, как оно работает? Я не понимаю. Как ставить балку? Я, получается, не понимаю ни строительства, ни рыбалку, ни даже, черт возьми, пещеры. Звучит очень удручающе на самом деле. Короче, этот дом будет назван... В смысле ты не понимаешь пещеры? Ты разрушил большой камень, и тебе дали 600 валюты. Очень просто. Горбыль. И он останется таким навсегда. Надо, естественно, поставить сюда штуку для сна, спальный мешок, куда-нибудь на берегу вот сюда, чтобы нюхать хороший бриз морской. О, удобный дом, милый дом. Ага, и при волнах просыпаться от того, как тебя водой окатило. О, я подоил корову. Не знаю, правда, зачем мне это, но, видимо, это что-то полезное. Экономия уменьшает стоимость построек на 20% сюда, качаем. И существо выпадает на 100% больше ресурсов, качаем. Так, давайте мы возьмем средний огород, и где-нибудь мы его должны построить. Например, вот тут. Сделаем сразу два. И теперь мы ставим вот сюда садовник, который, по идее, должен с них что-то собирать. Эээ, надо только туда сначала что-то засадить, видимо. Или нет? Как ты работаешь? Может быть, он будет сам автоматически это все засаживать и собирать? Я не знаю. Ядро острова. Текущий остров не деактивируется, когда вы покидаете его, у вас может быть только один пассивный остров. А-а-а, так вот, мне надо было до этого докачаться, но, конечно, что он один, это печально. Извлекает капсулу с водой из моря. Например, вот сюда я это поставлю, и что? Оно, видимо, качает. Свиток костей, описание свитка костей. Ну, почему бы и нет? Мне, в принципе, это забайтило, хорошее описание. Итак, что же делает этот свиток костей? Свиток костей! Он мне выдал одну косточку или что? А-а-а, я так понимаю, свиток костей умершвляет вокруг всех животных. Нет, звучит, конечно, очень полезно, особенно, когда вокруг меня ни одной живой души и так нету. Котел поставим вот сюда. Ну-ка, что мы можем здесь сделать? Бутылка для варки, которая требует ягоды и капсулы. Зелье существ генерирует вокруг вас одно существо каждые 8 секунд. Блин, кстати. Давайте мы расширим биом. По идее, это последнее расширение этого биома. Чтобы перейти на следующий биом, мне нужна какая-то мультикраска. Она делается не в котле, не в прялке, не на ковальне, не на... Ну, ты, по сути, реально типа подкликер, но по факту выживач. Угу. Качаешься, качаешься, качаешься. В зачаровальном столе. А где она может делаться? Может быть, она делается в кастрюле? Это, конечно, звучит очень странно, но стоит попробовать. Это же, в принципе, странная игра. Так, кастрюля. Вставай сюда. И нет, здесь у нас только яичница и печенька. Я понял. Оказывается, все это время в мельнице делали семечки. А здесь семена странных ягод. Вот, как раз-таки они мне и нужны были. И вот теперь я сюда это отдаю. И по идее он должен засаживать. Да, да, он засаживает. Он что-то сделал. Он засадил. Он засадил. Он засадил. Молодец, мальчик наш. Без контекста это будет звучать смешно. Ну, как вариант, исследовать все вот здесь. Здесь есть какой-то столярный верстак. Может быть, благодаря нему мы сможем делать краску. Столярный верстак. Вау! Оказывается, все это время краска делалась на этом верстаке, который делается на другом исследовательском столе, который нужен для декора. Ну, как до этого додуматься я, конечно же, не знаю, надо быть сверхразумом. Я уже думал, что это все, это уже будет конец игры. Надо просто брать и делать все, что у тебя есть. Крафтить, крафтить, крафтить и крафтить. Например, я беру краску и нажимаю ЛКМ, и она стала голубой. Меню цветов. Я могу сделать зеленую базу. Зеленый горбыль! Наконец-то кровать! Я буду жить возле пчелок. Я не могу сюда ничего поставить. Ладно, я буду жить возле сада. Спать. Факел. Неужто? Неужто теперь у нас будет свет? А, как? Свет? Да, у нас есть свет! Наконец-то! Я вижу в темноте три часа игры прошло, или четыре часа игры прошло, и я наконец-таки скрафтил факел. Ну что же, по-моему, я все докрафтил. Где новый остров? Где? Покажите его. Это мой старый остров, да? Или нет, погоди? Или вот это новый остров? Ну-ка, давайте сюда сплаваем. Новый остров! Ракушки! Ракушки! Пальмы! Самый настоящий! Я даже поем в честь этого! Наконец-то! Миску ягод мне! Кактусы, пальмы, золото! Наконец-то развитие! Сколько стоит расширение острова? 25 тысяч! Кстати, провизия. Берем сюда. И мне, кстати, надо сделать великолепный ядро острова. Но для этого мне нужны и кирпичи, блесна и так далее. Так что сейчас будем охотиться за... Краб! Тебя не добавили в Майнкрафт, но тебя добавили сюда. Зашибись! Короче, сейчас мы будем охотиться за самыми настоящими бабочками. Так, а что нам нужно? Опять? Косовый коктейль, изумруд, панцирь, дюрасталь. Нормально. О, бабочка! Нет, бабочка исчезла куда-то. Я только что видел здесь бабочку, но вместо нее появилась сраная корова. Бабочка, стой! Бабочка, ты мне нужна! Бабочка! Бабочка! Курочка, подвинься, потому что это ядро будет стоять где-то вот здесь, где стоял наш начальный алтарь. Пау! Пассивный остров. Все, он пассивный, видимо. Теперь я могу полноценно переехать на остров, который пляжный, а здесь у меня все будет фармиться просто стоять. В первую очередь я хочу добывающую станцию. Интересно, насколько сложно она делается. Всего два золотых слитка. Ну, в принципе, кстати, не то чтобы это очень дорого. И по идее она будет добывать, а сборщик будет все собирать в себе. Постепенно уничтожая пальмы мы накопили 50 тысяч. Можем опять же увеличить биом. Так и сделаем. Следующее улучшение уже стоит 65. И где же это улучшение? А вот оно. Ооо! Вот эти вот квадраты, они самые крутые, которые более оранжевые, потому что на них спавнится очень много золота. Так, я уже сейчас могу сдать изумруды. Давайте мы это и сделаем. 20 тысяч на халяву получили. Так, улучшенный стол исследования. Как сказать на халяву за 20 изумрудов? По идее, эта Буба должна продвинуть нас очень далеко. Вау! Ой! Так далеко продвинула не могу. И остается вопрос, как мне в принципе в этой жизни нужно сделать еду в виде коктейля. Видимо, мне надо поставить вот эту штуку сюда, чтобы у нас была синергия. И эта синергия мне дала ровно ничего. Почему? Я не знаю. А, погоди, вот! Вот оно где, кокосовый коктейль. Так, мне нужно всего 15 кокосовых коктейлей, но для этого нужно... Вот для чего нужно молочко! Ну, кстати, по идее, там кокосик нарисован. Может быть, молоко из кокосиков можно еще получать? Молоко! Я все молоко потратил! Вот я тупой! Ой, 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 мне же теперь... Блин! У меня база выглядит как помойка. Как мне здесь что-то вообще крафтить? Погоди! О, пошлите доить коровяк! Вот, привет, коровяка! Иди сюда, коровяка! Тебя нельзя подоить! Ты идешь на кости! Я один раз подоил корову! Ура! Пять минут моей жизни не прошли даром! Теперь надо повторить это еще 14 раз! Как же тяжело глядить эти сройные молочные бутылки! Может, в этой игре можно каким-то образом, не знаю, варить молоко? Нет, честно, вообще не понимаю, что здесь может быть. Я уже так долго фармлю этих сраных коров, что... Ну да, я это ей предлагал изначально. Ну, видимо, нет. Возможно, он просто не попробовал. Он же не разобрался с рыбалкой. У меня накопилось 100 тысяч. Мы можем получить награду за панцирь. 20 тысяч вложим это сюда. И это уже последнее улучшение биома. О-о-о! И это как раз-таки самое полезное улучшение, потому что здесь каменные острова. Ну и, конечно же, новые навыки. Как только вы выходите на остров, вы автоматически поднимаете все предметы с пола. Кстати, прикольно звучит. Ой-ой-ой, насколько же дюрасталь, дорогая. Чтобы сделать 17 дюрастали, мне нужно 34 железа, 34 золота, 68 стекла. Так, 20 дюрастали. Все! Мы полностью закрыли стол исследования. А в улучшенном столе мы пока что еще делать ничего не можем. Сюда 8 кокосовых коктейлей. И где новый остров? Где же он? Где? 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 Покажите мне его. О-о-о! Нет, он вообще в другой стороне. О-о-о! Красиво! Жадность! Это мне нравится! Слиток люслита! Усиленная нить! Гриб 300 штук! Призрак... Тут чего? Призрак ремесленника! Я что, госбастерс? Вы можете иметь на один дополнительный и у нас разблокируются еще рецепты из улучшенного стола исследований. Что же я вам могу сказать? Игра за это время действительно преобразилась. Новые острова, система построек, система нормального сбора. Система рыбалки я все еще не понимаю. Если вам эта игра понравилась, то, конечно же, вам стоит оставить об этом комментарии и поставить лайк. Это игру для таких, как я, кто любит методично ковыряться, расширяться, улучшаться. Но я это все и в Симси могу делать. Ну, в Симси это не то уже. В Симси это в Симси, а тут это тут. Там еще есть дополнительные вещи. Ну, если ты в Симси еще все не сделала, что у тебя было. Ох, там очень много всего. Мне надоедает делать одно и то же в одних и тех же играх, поэтому мне нужно разнообразие. Там можно не одно и то же делать. Для меня здесь интересно это в том, что это драчильня с прокачкой. Я купила почти весь город. Молодец. Уже. я не использовала коды на деньги вообще. Быть может, мы продолжим ее на канал или на стримы. Посмотрим, как пойдет. Ну, я так и думал, что это все. Спасибо за просмотр. Да, спортом.